В музейно-выставочном комплексе округа состоялась встреча представителей Министерства обороны России, участвующих в специальной военной операции на территории Украины, и люберчанок, членов Люберецкого отделения Союза женщин России. С начала операции Люберецкое отделение направило в район боевых действий 4 партии посылок. Общий вес более 10 тонн. Военные прибыли, чтобы выразить слова благодарности. Тему продолжит наш корреспондент. На лицах улыбки. Встреча долгожданная. Долгое время военные и члены Люберецкого отделения Союза женщин России были знакомы заочно. Общались по телефону, уточняя просьбы бойцов. И вот военные прибыли поблагодарить лично. Лично став всем благодарен. Они читают письма детей. Когда они пишут, здравствуй, неизвестный солдат. Как ты там находишься, как тебя зовут, чем ты занимаешься, как ты питаешься. И в ответ кто-то пишет. Это приятно. Наши бойцы перечитывают эти письма, передают их в руки. Сегодня звучат не только теплые слова, но и вручают благодарственные письма. Министерство обороны России отметило руководителей медицинских, текстильных, кондитерских, строительных и других предприятий округа. Запросы бойцов российской армии простые, говорят женщины. Сладости, вода, носки и нижнее белье. При формировании посылок все это, конечно, учитывается. Первый мы отправили более 400, это 4 тонны. Второй мы отправили более 2 тонн, третий у нас 1,5 тонны. А вот четвертую мы собрали более 4,5 тонн. То есть в общей сложности мы за 4 раза отправили больше 12 тонн. Уже объявлен новый сбор пятой партии посылок. Наступила осень, впереди зима. Нужны теплые вещи. Фабрика «Пихорский текстиль» приготовила пряжу. Для того, чтобы люберецкие женщины своими руками связали носки для солдат. Они очень теплые. Пяточка связана специально с ниточкой для того, чтобы не протирались. Но лучше, чтобы эти носочки, конечно, бойцы одевали тогда, когда отдыхают. Лозунг Великой Отечественной войны «все для фронта, все для победы» не утратил актуальности и в настоящее время, отметили военные. И тыл, в свою очередь, сделает все для поддержки наших бойцов. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.